всем привет ну что вы помните мою эпопею с межкомнатными дверями квартиру я купил три межкомнатных двери и один портал ну просто обрамление для для проема ссылку я оставлю на первую часть в описании в чем проблема вся там все узнаете ну просто я оплатил сто процентов а мне не отдают двери потребовали доплатить 15 процентов к стоимости все подорожало и все такое в общем можете посмотреть там комментарии директора все есть ссылка в описании тарак русский директор магазин александр виктор викторович фамилия не ромни павли павли прошлый разговор наш директором закончился тем что он сказал ну что я написал им претензию он не завизировал то есть дата обстояла 10 марта сегодня 21 марта 11 дней прошло никакого от них ответа я не получил сейчас будем звонить узнавать почему почему не получил да доброе утро это у дмитрий по дверям помните а вот сегодня уже 11 день директор ваш обещал мне в течение 10 дней письменный ответ дать на мою претензию 10 рабочих дней а это какое число последнее скажите в рост у меня виза 10 числа от вас то есть получается в среду крайний срок да что вы не среда это получается 20 23 правильно спасибо большое даже с письменным ответом они тянут до последнего 10 не 10 дней 10 рабочих дней ну подождем еще два дня у меня в принципе не горят эти двери у меня там еще ремонта достаточно даже двери я могу вообще поставить сам последний момент хотите тысячи рублей а я вам расскажу как и получить это очень просто по ссылочке переходите в описании оформляете альфа банк дебетовая карта не кредитная дебетовая и обслуживание и и абсолютно бесплатно то есть вы не потратите ни копейки на эту карту альфа банк сам ее вам доставит и после первой покупки по этой карте вы получаете себе за счет 1000 рублей уже несколько человек так сделали по моей наводке в телеграме 1000 рублей на дороге валяется просто наклонись и подыми а самое главное ребята кто оформит по моей ссылке карту альфа банк дебетовую тот получает возможность выиграть новенький айфон все что вам нужно сделать это заполнить анкету по ссылке в описании я в калининграде на улице полоцкая 45 торговый центр мебель мебель пришла мне вчера смс-ка от этой компании гриндурс что приезжайте забирайте ответ в магазине он вас ждет вот я приехал сегодня 22 марта фабрика дверей гриндурс двери которые мне не отдают насть забрать ответ меня снимать не надо я вам разрешение на это не давала с директором там сами поэтому выключайте вашу камеру пожалуйста нет я теперь буду каждый шаг снимать вырубку сотрудницы объясняю что меня снимать не надо потому что если вы выложите меня я положу давайте я готов вы сотрудницы вы отвечаете за действия своей компании можете снимать все что мне снимать ответ на претензию выдать вам товар по заказу такого-то комната 25 декабря не предоставляется возможным в связи его ненадлежащим качеством то есть браком обнаруженном в ходе проверки и подготовки товара для отгрузки заменить на аналогичный предоставляется возможным связи с его пересортом и отсутствием товара в наличии на основании статьи 18 и 25 законы рф о защите прав потребителей потребитель вправе потребовать замены на товар этой же марки этих же моделей и артикула потребовать замены на такой же товар другой марте модели артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены отказаться от исполнения договора купли-продажи потребовать возврат уплаченный за товар суммы в случае с аналогичный товар отсутствует продажи на день обращения потребителя к продавцу потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи потребовать возврат уплаченный за указанный товар денежной суммы связи с высшей должной предлагаем вам забрать денежные средства идем в роспотребнадзор с этим ответа все спасибо приехал я управление федеральной службы по надзору прав потребитель как зачем же люди знали как 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 поступать а как зачем снимать что делать скажите вы я не знаю что вы хотите же я собрал все документы мне нужна помощь юриста сейчас не ведут эти самые как она называется расчет в неделю консультации мои действия какие должны потому что по телефону вам звонишь телефоны недоступны ни один ни второй не в приемной нигде я не знаю жалобу мне что как действовать скажите вот меня обманули в магазине есть вот как-то с приемной может быть связаться документы я все собрал все подождите хорошо интересная ситуация здесь музыка играет до сих пор а здесь по вашему телефону который вы дали гудки идут и трубки не берет я не могу понять а вы можете мне помочь я вот нахожусь сейчас в роспотребнадзоре у вас здесь и у меня все документы на руках мне магазин не выдает мой товар просят потребует ну требовали сначала доплатить 15 процентов от суммы когда я написал претензию ну то есть меня плачено сто процентов написал претензию они написали там что товар бракован и нет наличии то есть мне сейчас надо в судебном порядке это все решать вам нужно готовить исковое заявление прикладывать документы подтверждающие покупку товара претензии и с исковым заявлением обращаться в суд когда у вас тут исковое заявление присвоит номер вы потом делайте копию искового заявления пишите короткое заявление на вас потребнадзор короткие заявления прошу дать заключение по исковому заявлению такому-то ход субъекту к такому-то и мы вам тогда изучим ваше исковое заявление и сделаем заключение направим его сами в суд когда у вас будет назначено дело в суде будет рассматриваться исковое заявление будет дополнительно как аргумент дополнительно и наше заключение я понял а подскажите пожалуйста оказывает ли роспотребнадзор услугу в помощи в составлении искового заявления непосредственно управление распотребнадзора платных услуг не оказывает у нас еще есть подразделение ФБУ там у них есть такая платная услуга помощь в составлении искового заявления сейчас я вам дам телефон посмотрю сейчас звоню где помогут мне составить исковое заявление здравствуйте мне в роспотребнадзоре дали ваш номер телефона сказали что вы можете помочь составить исковое заявление на продавца в суд я оплатил сто процентов за межкомнатные двери они мне их не отдают потребовали 15 процентов ну там в течение 60 дней все туда все это есть да да сейчас секунду сейчас я претензию полностью он зачитает пояснить отказ выдать мне товар по заказу такому-то такому-то 25 декабря по цене написанной в данном заказе все ваши сотрудники но но требование должно выглядеть либо расторгнуть договор вернуть деньги либо выполнить обязательства по договору и в срок условно говорю до 25 марта передать оплаченные двери за которые вы заплатили либо либо выдать вам двери другого артикула на эту же самую сумму или произвести перерасчет то есть сейчас еще раз одно требование нужно ставить все понял спасибо хорошо дубль 2 за сегодня написал я требования сделал купю сейчас ну сдавать опять гриндурс фабрика зверей вам на оригинале нет оригинала остается мне на копии что принято вот такого-то сушить я сейчас прохожу великолепный опыт как работать вообще с продавцами за мои 41 год не разу пяток не с такими сталкивался это никакая не проблема это просто в реальный опыт то есть получается сейчас я уже делаю выводы что не нужно было ждать первые 10 дней нужно было сразу перед первой подачи вот этой претензии нужно было мне обратиться в роспотребнадзор в консультационный цент это центр и мне сказали бы уже там как правильно заполнять эту претензию требования вот требовать и доставить конкретный срок ладно сейчас я сдал получается у меня приняли все завизировали там с директором она проконсультировалась все окей сейчас получается 10 дней рабочих сегодня 22 марта я уже посчитал будет 5 апреля ничего страшного я жду может раньше напишут раньше напишут самое главное что я в требовании написал что 2 до 28 марта мне должны выдать двери как только я от них получают эту отписку почему они не выдают двери я обращаюсь опять конституционный центр роспотребнадзора и уже составляем иск позвонили мне с магазина этого дверей green doors green doors сказали приезжайте забирайте ответ на ваши требования съездил забрал сейчас я нахожусь на улице фрунзе а у вас делают копии и делают почему так вы уже давайте это определить сделают или все спасибо центр гигиены и бедя и эпидемиологии калининградской области здесь конституционный центр роспотребнадзора здравствуй 204 кабинет куда они сказали до куда был пятого 204 да да и куда дать документы копии все все они на склоны писать мой телефон и мой почту электронно как все я передал копии копии чего заказа в заказе и написаны эти условия наши договоры купли-продажи копию паспорта копию мои претензии копию их ответа в принципе все а и копию чеков все уплощено ждем то искали позвонят либо на почту пришлют уже иск все мне пришло исковое заявление суд из роспотребнадзора из консультационного центра что здесь самое главное прошу обязать и.п. науму ванну валерину передать мне предварительно оплаченный товар давайте двери там все это взыскать с ип наумовой мы в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и взыскать индивидуально предпринимателя науму ванны валерины мою пользу за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы присужденный судом в пользу потребителя про пять тысяч то я понял ладно окей про двери что мне отдать я понял а вот это вот 50 процентов от какой суммы то какой суд надо позвонить короче опять этот консультационный центр и уточнить здравствуйте а ларису могу я услышать лариса валентину да да ничего уж лариса валентину ларису лариса валентина здравствуйте это дмитрий шилов вот кому кому вы прислали исковое скажите пожалуйста я все понял папа по двум пунктам там про пять тысяч и моральный ущерб эти двери а вот это вот взыскать 50 процентов от суммы присужденной вы знаете это есть такое право это решает суд это решается есть такая норма в законе когда пользу потребителя если нарушены его права то взыскивается штраф в размере 50 процентов вот чего по вашему опыту вот то что вы увидели все мои эти бумаги вот мое дело что это вообще выигрышное дело это беларусь это беларусь все я понял спасибо то есть все вот это приложение в общем я то что вы указали я все прикладываю и понес все нам учились почту да все я пошел все я пошел на почту почему нет конвертов на почте конвертов лет ничего нет да почта россии так я просил конверты мне не дали но только пакеты дорогие а конверта бумажных нет да как на почте почта и без конвертов лучше вы почта без очередей было чем без конвертов конвертов бумажных нет на почте а где они это должны быть вообще спортзале или в овощном магазине где их покупать тогда если не на почте конверты в общем пришлось отправлять емсом письмо по календинграду за 250 рублей я направляюсь мировой суд чтобы подавать исковое заявление все получается я взял на почте чек что я отправил копию искового заявления продавцу на кого суд подаю и все там все документы короче в исковом заявлении есть прямо список какие документы нужно собрать посмотрите какое красивое здание обалдеть да все здесь мировые судьи то есть потом не соответственно могут русская то это довезите туда визите это исправьте кто тоже довезти просто вернуты все из что-то неправильно потом будете справлять и подавать правильно как правило через короче месяц мне где-то за счет ждать понял позвите пожалуйста все по снимать кеме все придет да спасибо что я все сделал что от меня было положено то есть иск за меня составлял получается подразделение роспотребнадзора консультационный центр и мировой суд это все будет решать сейчас не будет прикольно если мировой суд постановит что из составлен просто потребнадзором неправильно короче все это я вас буду держать в курсе дела обязательно потом все на ю-тубе выложу что-то как на суд пойдем вместе там не разрешат снимать может разрешат ну короче все все на контроле вам все покажу увидимся